Родители уехали на дачу, оставив Диму одного дома. Эта новость его обрадовала, так как можно позвать друга и целый день играть в компьютер. Родители уехали рано утром и не стали будить Диму. Разбудил звонок в дверь, это был его лучший друг Сергей. Он принес несколько пачек чипсов и двухлитровую пепси. Мальчики усеялись за компьютер и решили пошутить в скайпе, там просился в друзья пользователь Три Шестерки, они приняли. Через несколько мгновений раздался звонок, звонил новый друг по скайпу с названием Три Шестерки. Ответив на звонок, Дима с другом ничего кроме тишины не услышали и повесили трубку. Через пару секунд я отправил сообщение. Ты кто? На что он ответил. Ты не знаешь кто я, но я знаю все о тебе. Да ну? Хорошо, как меня зовут хоть знаешь? Да. Ну и как? Я тебя вижу. Ты идиот? Вы с другом сегодня умерете. Твоя шутка и до вас. Ваши внутренности будут раскиданы по комнате в которой вы находитесь. Все. Приготовься умереть. Готов. Посмеялись ребята. Раздался звук видеозвонка. Решили проигнорировать. Звонок повторился. Дима ответил. Из колонок раздался тихий свист. Сергею стало жутко. Он просил друга положить трубку. Как вдруг испугающей темноты показался силуэт, похожий на человеческий. Тот, кто стоял под постороной экрана, был довольно высокий и худощавый. Из-за темноты лицо было не видно. В это время свист становился все громче. Сергей не выдержал и положил трубку. От пользователя Кри-шестерки пришло сообщение ссылкой. Нажав на нее, открылась ужасная картина. Родители Сергея окровавленно лежали на полу себя дома. У Сергея по щеке полились слезы. Вскоре пришло еще сообщение. Ну как, нравится. Следующая ссылка пришла через пару секунд. На ней были родители Димы, также мертвые. Вы следующие. Милиция нашла мальчиков, точнее их останки, разбросанные по комнате, как было сказано в сообщении пользователям Три-шестерки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok